Многие спрашивали у меня, и даже в ВК, «Мэн, почему ты не делаешь летсплей по Сталкеру?» Но я специально для вас придумал кое-что получше. Я нашёл для вас новым канал с качественными летсплеями по Сталкеру. И да, это канал не Школьника Васи из 7-го Б, а с довольно-таки качественной озвучкой. Короче, ссылка в описании. Заходите и сами смотрите. Привет, Ютуб. Сидел я такой недавно в Стиме, и увидел бесплатную игру, шутер, и подумал, почему бы не сыграть название игры «Line of Sight». Я знаю, что многие зрители грешат CSGO, но так вот, им она точно понравится. Возможно, вы даже перейдёте на неё. В чём же, собственно, суть? Во-первых, самое главное, что она бесплатная. Ну как, условно бесплатная. То есть, вы можете покупать что-то за донат, но донат, поверьте, тут ничего не решает. Суть игры в том, чтобы собрать себе оружие вашей мечты. Ну или не мечты. Ну, в общем, вы можете собрать оружие исключительно под себя. Мне эта игра наполнила усовершенствованную игру Operation 7. Может, кто-то из вас играл. То есть, вы заменяете все части оружия под такие, которые вам нравятся. И, соответственно, меняются характеристики. Вы можете сделать себя, там, бесшумным киллером, или штурмовиком, или ещё кем захотите. Вы можете, к примеру, повесить на СВД коллиматор и лазерный прицел, и использовать её как автомат. Враги точно будут в шоке. Или, скажем, на пулемёт снайперский прицел. Но тут уже, скорее, ваши союзники будут в шоке. Ну, конечно, это абсурд, но всё возможно. В этой игре много видов разного оружия, которое вы можете купить, когда прокачаете определённый уровень. Также представлена классная система тренировки и обкатки оружия. Для того, чтобы проверить ту или иную сборку, вам не нужно ждать какие-то загрузки. Ну и всё в этом роде. Просто нажимаете на одну кнопку и лупите по мишеням. Также тут есть различные типы укрытий. То есть, чем круче ваша пушка, тем толще укрытие она пробивает. Ещё мне понравилось то, как в этой игре борются с читерами. Просто божественно. На мой взгляд, читы, какие-то валхаки тут просто не нужны. Потому как все игроки, когда вступают в бой, показываются на карте. Но также они ещё и, когда они вступают в бой, подсвечиваются красным цветом. Как бы валхак теперь у всех, и он не нужен никому. Также хочется отметить множество весёлых режимов. Это и дэтматч, и один на один, и захваты точек. И также кооперативное прохождение. Ну то есть, здесь есть карты, на которых вам нужно защитить от зомби какую-то хренатню. В общем, не заскучаешь. Игра, кстати, вышла в 2017 году. Буквально 11 дней назад. Ну, число на момент создания этого видоса, разумеется. Что касаемо графики. На своём компе 2014 года я играю на средних настройках. И не вижу никаких проблем, никаких багов. Хоть игра и 2017 года. Ну, то есть, оптимизация на уровне. На что я буду вам рассказывать? Просто посмотрите геймплей, который я для вас записал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. В общем, вот такой получился обзорчик. Это не реклама, как многие могли подумать. На самом деле, да, это просто крутой шутан. И я хочу поделиться с вами, чтобы вы тоже прочекали. И, возможно, кто-нибудь из вас уже скоро встретит меня на просторах этой игры. И я выстрелю ему в голову, и он подумает. Боже, как добродав, хорош, он действительно в этом разбирается. И напишет мне в чат, я твою мамку ебал. И мы вместе от души посмеемся. Спасибо за внимание и до свидания.